Здравствуйте! Что такое астрология? Давайте попробуем разобраться. У многих людей к астрологии отношения достаточно ироничные. И все же, сквозь иронию проглядывает некоторый интерес. В противном случае, гороскопы по радио, телевидению и газетах просто бы перестали существовать. Попытаемся найти ответ на вопрос, правдива ли астрология вместе с Сергеем Поповым, руководителем Архангельской астрологической ассоциации. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Ну что ж, такое астрология? Это наука, по-вашему? С моей точки зрения, это наука, безусловно. Только эта наука не эмпирическая, которая идет в парадигме Аристотеля, а наука оккультная. То есть, она как бы делится на две больших части, а аппарат у нее математический, который находится в полном согласии с постулатами современной науки. Это математические расчеты, это построение карты, это астрономия, изучение небесной сферы. А уже ее философский аппарат, ее трактовки и интерпретации, они уже больше имеют отношение к оккультизму. И существуют три основных способа познания мира. Это, во-первых, научный способ познания мира, который мы все хорошо знаем. Это религиозный способ познания мира, когда человек погружается в определенную религию, и при помощи ее он этот мир познает и находит свое место в нем. И также существует путь мистический или оккультный. Это путь интуиции, ясновидения, парапсихологических каких-то феноменов в нашей жизни. Тем не менее, вы все равно называете это наукой? Астрология – наука, но наука оккультная. Я предвижу то время, когда все эти три пути познания мира основных, их, конечно, намного больше. Это наука, религия и мистический путь познания, они все сольются во что-то однообщее и дальше пойдут уже рука область. А вот скажите, какую пользу может принести астрология? Главное, главное, то, что она помогает человеку, мне в частности и очень многим другим людям, найти свое место в мире, выработать какое-то целостное мировоззрение, систему ценностей. Но астрология – это не только предсказательная какая-то практика, да? Это вещь, которая помогает, может быть, корректировать даже судьбу. В этом ее основная польза, то есть она помогает человеку жить в этом мире. Сергей, а много ли профессиональных астрологов? Кому вообще можно доверять? Ну, вы знаете, сейчас есть Московская Академия Астрологии, также в Москве есть Высшая Школа Классической Астрологии, и даже у нас в Архангельске есть филиал Санкт-Петербургской Академии Астрологии под руководством Сергея Васильевича Шестопалова. Вот. Все эти учебные заведения, они дают дипломы, они обучают 3-4-5 лет и дают дипломы из степени астрологической. А любой может стать астрологом, вот закончив это заведение? Любой человек может. И, в принципе, на каком-то уровне должен иметь какие-то астрологические знания, но работать астрологом, к сожалению, может быть, один из 100 человек может. То есть у нас, допустим, в Архангельске, наверное, порядка 200 дипломированных астрологов, работаю я один. А почему так? Люди не могут работать, потому что для этого нужно определенное качество, знание психологии, по своему основному образованию, по первому высшему образованию историк, то есть для этого нужны какие-то исторические... Базовые такие знания, да? Да. И плюс умение работать с людьми, умение выстраивать коммуникации. Вы уже упомянули о математических расчетах, на которых основана астрология. А как вот вы делаете эти астрологические расчеты? Это достаточно кропотливые? Ну, когда я начинал в 89-м году заниматься астрологией, то делалось это все вручную при помощи калькулятора. Кстати говоря, это не так просто. Тут нужны и тангенсы, и косинусы, и логарифмы. В общем, тут нужна не просто арифметика. Руками поводил и все сказал, это не к вам? Нет, ни в коем случае. То есть сначала нужно построить карту, потом карту нужно ректифицировать, чтобы дать какой-то прогноз. Значит, сейчас это все выполняет компьютер. Сейчас есть определенные астрологические программы, и западные, и американские, и наши российские, например, Уранус или Z789 версии, которые очень хорошо, очень огромное подспорье представляют для астролога в его работе. То есть, по-моему, приходит человек, как сам прием осуществляется? Приходит человек, он просит рассчитать вас, дать прогнозы по тому или иду? Согласно Международному кодексу астрологов, мы должны человека сначала просить, понять, что ему нужно, какая у него проблема. То есть, есть такое ошибочное мнение, что к астрологам приходят люди неудачливые. Это мнение не абсолютно ошибочное, потому что и к астрологам, и к психологам приходят люди, у которых возникла какая-то проблема или есть какая-то проблема. И они уже на каком-то уровне понимания себя находятся. Да, но они не обязательно неудачники в жизни. Просто им нужно помочь посмотреть на эту проблему немножко с другой стороны. И может быть, даже дальше дать какой-то ответ, чтобы они себя лучше человека создали? Дать какой-то совет, рекомендацию, исходя. Вот возвращаясь к первому вопросу, астрология, с одной стороны, это оккультная наука, а с другой стороны, это свод эмпирических знаний. Некоторые ученые считают, что астрологии больше 25 тысяч лет. А официально установлено в Древней Месопотамии вот эти шумерские клинописные таблички, на которых первые гороскопы и расчеты появились, им уже 5 тысяч лет. Вот. То есть астрологии как минимум 5 тысяч лет. Это свод эмпирических знаний, когда люди это рассчитывали, когда люди наблюдали, сопоставляли и делали какие-то выводы. То есть мы опираемся на, ну, скажем, просто на мудрость предков, на их знания. Но я, если вот о потребностях людей, по каким вопросам больше обращаются? Можете составить такой тенденции вот сегодняшнего дня? Тенденции? Ну, женщины в основном обращаются по вопросам личной жизни, по вопросам профориентации ребенка. То есть это вряд ли что-то меняется. Очень много обращений, связанных со здоровьем, с медицинскими проблемами, потому что астрология… Вот, например, вы знаете, что такое клятва Гиппократа, но, может быть, вы не знаете, что в клятве Гиппократа есть следующая цитата, что врач, не использующий астрологию и не практикующий астрологию, или безумец, или преступник. Это пишет Гиппократ. Да, я, кстати, читала. Эти строки выброшены из клятвы Гиппократа, которые врачи принимают. То есть один маленький пример. Когда Луна, допустим, проходит по знаку Льва, а астрологи категорически не рекомендуют делать операции на сердце. Хирурги этого зачастую не знают, и от этого бывает много осложнений, даже смерти. Или, например, когда Луна проходит по знаку Дева, это уже совсем прикладной аспект, по знаку Дева, значит, рекомендуется делать прическу. Знак Лев – протягать волосы. То есть совсем такие простые рекомендации астрологических. Сергей, хорошо, если действительно так много практического применения в астрологии, почему много противников астрологии? Ну, давайте начнем с того, что в России гораздо больше противников астрологии, чем на Западе. Я общался с западными астрологами, общался с западными людьми, там более толерантно относятся к астрологии. Это раз. Это результат того, что у нас общество было авторитарно более 70 лет, и астрология официально считалась буржуазной лженаукой. То есть этот стереотип очень прочно сидит в головах людей. Значит, и второй момент. Вообще современная парадигма науки, она идет от Аристотеля, потом от Декарта. Она требует верифицировать знания, и вот эти астрологические какие-то определенные интерпретации, они не вписываются в парадигму современной науки. Поэтому, как бы, ну и потом еще один момент есть. Огромное количество шарлатанов, коммерсантов, дельцов, которые используют астрологию для наживы. Это очень сильно опускает. А все делаются за деньги, астрологи? Нет, нет, ну что вы. То есть на одного человека, который платит за работу, там пять человек я консультирую бесплатно. Нет, нет. Ну это зависит от человека. То есть если человек тебе звонит и говорит, что ему нужно, допустим, какую-то дату подобрать, то ну зачем брать деньги, если это будет стоить не там 40 минут, час работы, полтора часа. То есть вы очень так выборочно. То есть да, это зависит от астролога. Нет, безусловно нет. А можно ли при помощи астрологии вообще судьбу человека изменить? Вы уже упоминали об этом. Судьбу изменить. Дело в том, что существует с точки зрения астрологии три основных вектора. Первый вектор – это поле Божие, это провидение. Астрология в эту область вообще не вмешивается. Никак это не оценивает. Это жизненная миссия человека, то, зачем он живет на Земле. Каково его предназначение. Второй вектор – это свобода воли конкретного человека. Ну это вы понимаете. То есть то, что мы одеваем, с кем мы разговариваем, что мы покупаем – это выбор человека. Здесь астролог может дать совет какой-то. И третья область – это вот область судьбы и кармы. То, что как раз астрология изучает. То, что фатализировано в жизни человека. То есть в астрологии, например, считается, что фатализированные вопросами являются первый брак, рождение детей, серьезные заболевания, смерть. Эти вопросы изменить нельзя. В плане развития человека и его жизненного пути мы можем скорректировать очень многие моменты. Например, медицинские моменты или моменты, связанные с профориентацией. Моменты, связанные с совместимостью в коллективе. Это самое простое в районе астрологии. То есть астрология больше дает советов, направлений каких-то, чем категорически говорить, что да или нет. Ни в коем случае. То есть категорически говорить ничего нельзя, потому что мы находимся еще только в самом начале пути. Даже самое лучшее астрологии… То есть тысяч лет астрологии, вы говорите, в начале пути? Да, но в средние века многие книги были уничтожены. Например, можно вспомнить Александра Македонского, он уже сжег всю библиотеку астрологической литературы. То есть многие труды потеряны, традиция во многом потеряна. Мы сейчас стоим в начале пути нового развития астрологии. Я думаю, что, может быть, через несколько десятков лет основы астрологии будут преподаваться в школах. Так же, как сейчас, допустим, в некоторых медицинских вузах. В Германии, ну и в Индии, например, астрология изучает тенденции, векторы развития. Она дает прогноз, она не дает предсказания. Предсказание может давать какой-то предсказатель, и все эти предсказательные практики, они никакого отношения к астрологии не имеют. Люди это путают, потому что люди не знают очень много информации об астрологии. До сих пор это все закрыто, и до сих пор это все имеет такой ярмарочный оттенок балаганный. У нас в стране, ну и частично на Западе. То есть люди не знают, что такое астрология. Поэтому они путают это с предсказаниями. Астрология указывает направление и возможный прогноз, дает вероятность. Но я никогда категоричных прогнозов не даю. Я могу оценить вероятность, допустим, в процентах. Кто родится, мальчик или девочка? 60 на 40. А согласны с мнением, что ошибаются не астрологии, а ошибаются сами астрологи? Я немножко переформулирую. Это, значит, идет от фермика, древнего астролога. Он звучит так. Звезды не лгут, ошибаются астрологи. Люди, да, что называется? Вот. То есть звезды ведь никак не влияют на жизнь людей. Не существует абсолютно никаких лучей. Не существует абсолютно никаких связей между звездами на небе и жизнью на земле. Здесь действует закон аналогии, основной закон астрологии. То есть то, что на земле подобно тому, что на небе. Существуют какие-то фундаментальные законы общие, которые управляют очень гармоничным движением небесных светил и управляют многими факторами на земле. Поэтому, глядя на звезды, мы можем провести какие-то проверки на земле. На самом деле, ни от Венеры, ни от… Не будем брать Солнце и Луну, потому что они влияют геомагнитно, они влияют на приливы, они влияют на состояние людей, эти два светила. Но если будем говорить, допустим, Венера, Сатурн, Юпитер, никаких лучей, никаких нитей, никакого импритинга не существует. Звезды влияют по закону аналогии, они никакими-то ниточками управляют жизнью на земле. Мистическими там, да, какими-то влияниями? Нет, никаких мистических влияний нет. Просто существуют фундаментальные законы, которым подчиняется весь космос, в том числе и жизнь на земле, и звезды на небе. Я не хочу привязывать к этому религию, но вот в Библии на первой странице сказано, что Господь Бог создал звезды для смены дня и ночи, и для знамений, и для часов, и так далее. То есть, глядя на звезды, мы можем сделать какие-то определенные выводы и тенденции. Вот так вот действует астрология. Скажите, Сергей, действительно есть такая базисная основа, которая уже 5000 лет, проверенная веками, эти знания, которые передаются, они уже опробированы. Но почему же тогда так мало прислушиваются политиков, власть прислушивается к каким-то вот... Я не думаю, что это соответствует действительности. Я вам сейчас приведу примеры. То есть... То есть у правителей есть астрологи личные? Ну, допустим, римский император Октавиан Август занимался составлением... Ну, это когда было, я говорю про современное. Президент Америки Рональд Рейган, оба своих срока, 8 лет, у него был личный астролог Джан Куигли. У президента Ельцина Георгий Рогозин, у Путина Вадим Левин. То есть вы просто не владеете информацией. Да, наверное. Такие императоры римские, допустим, Каракава, Нерон, они постоянно советовали с астрологом, не будем говорить о каких-то индийских правителях или персидских правителях. Там вообще все в китайских сынах неба, там все вообще основано на астрологии. То есть в Индии астрология является просто частью индуизма. А прислушиваются ли у нас высшее руководство к астрологам? Я не знаю. То есть у меня информация от Вадима Левина, но он сам говорит, что он консультирует администрацию президента Путина. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. То, что происходит, я вижу там рациональное зерно в некоторых моментах. Но я не готов точно сказать. Я просто не владею информацией. При Ельцине же был специальный отдел в службе безопасности президента. Вот под руководством генерала-лейтенанта Георгия Рогозина, который изучал астрологию, парапсихологию, весновидение, телепатию, телекинез, все явления, которые не вписываются в парадигму современной науки. Ну а нам-то простым, смертным, каким астрологическим прогнозам доверять? Телевидению, радио? Это же ведь... С газетами и с телевидением есть проблема. По телевидению часто транслируются прогнозы и какие-то тексты взяты из интернета. В интернете можно доверять только тем текстам, которые подписаны реально. Астрологам. Астрологам, которого можно проверить по интернету, что есть такой астролог, что он отвечает за свои слова. Поскольку часть текстов, и я это знаю из первых рук, пишут просто журналисты, сотрудники редакции и так далее. Поэтому доверять в целом этим прогнозам не надо, но если прогноз подписан действительным астрологам, скажем, Сергей Попов или Михаил Левин или Павел Глоба, то он может быть неправильный, если мы берем Глобу, который... Но он авторский. Но он авторский. Он разработанный личный. И претензии уже можно предъявить к астрологу. Гороскопы не подписаны, им доверять не нужно. Но я рекомендую. Да, мы читаем астрологический прогноз. А как можно определить что-то общее для тысяч или миллионов людей, которые разделились под одним знаком? А мы же там для всех весов. На завтра такой-то прогноз. Ну, начать надо с того, что у всех знаков зодиака, если людей таким образом разделить, у них у всех есть все черты характера. И агрессивность, и нежность, и злое, и добро. В общем, все вот эти дихотомии присущи каждому человеку. Но в каждом знаке зодиака, в силу вот этого эклиптики, вот этого пояса знаков зодиака, который действительно есть, и по которому действительно проходит Солнце, и транслирует свою энергию на Землю. Это как раз вот это эмпирические знания, которые из древности пришли. Потому что в древности разделились созвездия и знаки зодиака. Значит, мы можем сказать, что есть определенная акцентуация. То есть, скорпион бывает нежным, но в нем акцентирована такая черта характера, как страстность или жесткость. Весы бывают, скажем, злыми и агрессивными, но в них акцентирована такая черта, как миролюбие и гармония. А вообще все черты характера присущи всем знакам. Если говорить о прогнозах, то вот Солнце, проходя по эклиптике, оно несет просто определенные разные виды энергетики. Отсюда уже, опять же, эмпирическим путем мы можем какие-то общие... Хотя, опять же, я добавлю, что общим прогнозам доверять не следует. Потому что они только самые общие тенденции показывают. То есть, надо составлять все-таки личный прогноз. Но не обязательно составлять личный прогноз. Но не нужно очень серьезно относиться к общим прогнозам. Потому что это очень часто не совпадает. А вот все-таки в связи со сложной ситуацией на той же Украине вы можете отдать какой-то общий прогноз? Мне не очень хотелось бы говорить об Украине, но, насколько я знаю, мнение астрологического сообщества российского, то государство Украина, к которому мы привыкли за 23 года, его больше не существует. То есть, тут вот в чем проблема. Астрологическое – это оппозиция Прозерпины и знака Скорпиона, а оппозиция Черной Луны и знака Льва. Обе планеты стоят негативно к Тельцу, знака Украины. И должно произойти полное переформатирование этой страны. То есть, скорее всего, еще какие-то регионы отделятся. Скорее всего, до ноября месяца военные действия и агрессия не прекратятся на Украине. И, скорее всего, к 2015 году мы получим совершенно новое государство. Спасением для Украины, на мой взгляд, является полное прекращение огня с обоих сторон и усаживание противоборствующих сторон за стол переговоров, чтобы они могли договориться о федерации или о конфедерации. Если такого договора не будет, то нынешнее украинское государство развалится. Вот такой консенсус можно астрологический. Хотя украинские астрологи во многом не согласны и считают, что можно сохранить единую Украину. Но уже Украина 23 года была с Крымом, а сейчас она уже без Крыма. Это уже другая Украина. Да, это все очень интересно. Я надеюсь, что все-таки на телеканале ПС вы свои знания тоже примените. Мы с удовольствием с вами будем сотрудничать. А вот вы сказали, что вам лично тоже помогает астрология. Вы делаете себе прогнозы на каждый день? Я не делаю себе прогнозов на каждый день, потому что я просто в режиме реального времени анализирую положение планет. Я знаю, как планеты стоят в режиме реального времени. И каждый человек разумный должен хотя бы немножко знать свой гороскоп. У меня это все на автомате идет. Я никаких прогнозов себе не делаю. Кроме всего прочего, человеку очень трудно себе прогнозы делать, потому что он лицо заинтересованное. Он хочет как лучше, и, соответственно, он чего-то может не увидеть. Спасибо вам большое, Сергей. Вам спасибо. Надеюсь, что до встречи. В студии был Сергей Попов, руководитель Архангельской астрологической ассоциации. Звезды склоняют, но не принуждают формула еще средневековой астрологии. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...